итак друзья я продолжаю тему вот структуры миров универсами и идем дальше значит прошлый раз в конце того видео мы рассмотрели сферу третьего измерения идем дальше теперь идут подземные миры измерения 2 и 5 это уже можно сказать ну подземный мир вот если вы читали улон хо это якутский героический эпос там тоже присутствует вот эта трехчастная структура мира верхний мир средний мир и нижний мир его в нижнем мире там вот описывается существование него мира по сути демоны нижнего мира абасы они называются там там есть свои шаманы в том мире в подземном мире это темные шамана таскать злые шаманы творящие зло человеку и вот в те далекие времена в которые уходят к своими корнями олон хо там как раз были открыты вот эти вот подземные выходы и абасы могли выгонить наружу таскать и по похищать людей похищать себе невест допустим богатырь неургун будут уру стремительные это один из эпосов одна из книг лон хо он может сказать самого рождения провалился в этот подземный мир находился там определенное время через это он обрел свою вот эту великую богатырскую силу и мог побеждать абсолютно любых духов подземного мира и там же кстати интересно там есть вот этот мир который соответствует по сути измерению 3 3 с половиной где вот низший космос и вот западные разные там то из того мира тоже приходили демонические существа злые существа и вредили человеку вот измерение 2 это подземная нафь у славян она называлась навью греческих михах это называлась годыц но туда в то время это было светлый мир даже подземный мир был светлым пространство в этом мире она очень спрессована и она спрессована так сильно что вызывает томление душ то есть те кто попадает туда они ощущают вот это вот томление внутренние вот если вы изучали мифы древнего египта то там есть такой образ что сердце человека завешивается на весах представьте себе весы такие двумя чашечками на одном сердце ложится человека его духовное сердце другого ставится определенная таскать но определенный грузик да и сердце допустим она либо очень легкая либо тяжелая если человек творил светлые дела если он светлый если он освободился от злых составов составов перелепки его сердце легкая как пушинка как перо птичьи и она воспаляет легко небесной сферы выше небесной сферы и превыше небесной сферы если сердце отягощено вот этими составами если сердце тяжело отягощено злыми делами делами которые были совершены против совести то сердце естественно тяжелое и она отправляется вот те миры в подземные миры душа человека отправляется в подземные миры для того чтобы изменилась для того чтобы прозрела для того чтобы освободилась от того чего не освободилась во время своей земной жизни эти низшие миры населять темные духи пришедшие от суп противного то есть от того кто воюет с нашим солнечным вечным дедом великим белым отцом это мир в котором находятся души заключившие катастрофические заветы с суп противными по сути вону потерявшие свои вот солнечные частицы потерявшие свою совесть заключившие тяжелейшие заветы с лунным демоном яхом но изменен вает еще не конец там по сути дела находится кто в этом мире находится в изменении этого находится инквизиторы мимикры оборотни перевертыши лжецы маги материалисты узурпаторы то есть те кто гнали солнечных вестников те кто гнали светильников то есть тех в ком в ком проявлялся великий белый отец том кто фонтанировал духом великого белого отца кто по сути дела прошел проходил и прошел путь обожжение вот кто и гнал они оказывается там в сфере второго измерения вот но есть еще более таскать тяжелое место это измерение полтора измерения 1 ну и но самое дно подземного мира измерения 0 в этом мире кто находится там находится величайшие искусители человечества там находятся бесы там находятся самые-самые можешь сказать те же тяжелые преступники которые обольщали человечество и уводили его не туда причем вы знаете они действовали это очень тонко и буквально несколькими стрихами но допустим искажали смысл светлых учений они переворачивали на противоположного буквально несколькими стрихами искажая тексты священные переписывали их и вот в эту можно сказать темную воронку вовлекали множество душ вот такие вот такие вот тяжелые искусители обольстители находится там в сфере полтора один и даже 0 ну а в измерении 0 там по сути дела все обитатели его они придавлены вот этим вот подземным таскать миром они там можно сказать в плоском состоянии находится в расплющенном состоянии такого вот давление это можно сравнить с разрушением по сути дела души это очень какая сфера самый-самая тяжелая сфера там находятся те кто заключил настолько тяжелые забиты что не может их разорвать там по сути а не но уничтожается морская в этой сфере ну еще что я могу вам добавить по этой теме эта тема она для чего нужно для того чтобы вы представляли структуру миров это по сути ну никакая не религия это знание духовные знания это то вот и небесная премудрость которая открывает что структуру миров но кроме этого существует целые галактики добрых людей целые ну планеты русская добрых людей которых обитает добрые существа ничего общего не имеющие с лунным яхом наши предки славяне находится на солнце это 105 цивилизация славян там наши предки что я могу еще добавить по измерениям вот измерения 2 и 5 там находится огромное количество множество душ с неисполненными программами божественная программа программы какие прежде всего победа над адаптационной перелепкой было время когда адаптационной перелепки не было это был совершенно иной мир это был солнечный светлый мир зла не было вообще никакого и духов злых не было никаких хотя и в этот мир приходили определенные искусители для того чтобы белые старцы духовные старцы могли отточить вот инструмент духовные брони духовной победы ну и конечно они побеждались и этот мир был настолько другой что вот скажем из любые исследователи изучающие древние цивилизации по сути не могут понять сути этих древних цивилизаций потому что они не учитывают вот эту вот вещь что все все было иное понять сама земля была иная земля была других составов вот адаптационная перелепка проросла не только в лице человека там животных например она прошла еще в лице и сама земля потерпела определенную перелепку ее составы стали другие и у вас духе стали другие мир древних древних цивилизаций которых не коснулась адаптационная перелепка он был совершенно другой их те люди которые жили в этих цивилизаций они были абсолютно другими было другое сознание их составы были другие естественное было другое сознание естественно был другой образ жизни все было совершенно иное вот это Это вообще как бы просто человеку незнакомому с духом, незнакомому с духовностью, незнакомому с духовными мирами, с премудростью божественной. Невозможно даже представить, насколько тот мир отличался от нашего мира. И когда пытаются понять Гиперборею, Атлантиду, да как вы поймете, если вы других составов, если у вас другое зрение, другое слух. Все другое, земля другая, воздухи и земли другие. Даже вот наши предки, например, славяне, которые жили с 1 по 10 век, даже они настолько от нас отличались. Это вообще два совершенно несовместимых мира. Тот мир и наш современный мир. А вот не понимая этого, не ощущая вот этой разницы, невозможно понять. Археология, она не может передать особенность того человека, который жил в то время, когда была Светлая Русь, еще дальше, когда была Гиперборея и Атлантида, а еще Майя и Инки, солнечные цивилизации, на которых наведена определенная порча, которые исказили. И даже вот, скажем, мистические сакральные светки, да, в виде преданий, мифов, они тоже все искажены. И уже, по сути дела, невозможно ничего понять. Нужно вот эти жемчужинки выбирать оттуда, отмывать их от патины, перелопатить кучу этой пустого грунта для того, чтобы эти жемчужины, так сказать, изъять. И еще надо понять их еще, правильно прочесть. Вот это важный момент. Также вот души, допустим, которые не поняли, что с ними происходили, они будут попадать вот в это измерение, в измерение 2,5. Это, по сути, такое медузообразное, так сказать, измерение. Это как, ну, такая иллюзия жизни. Вот, в измерении 2 отсутствует высота, вообще никакой горной перспективы. В этом измерении 2 находятся лютейшие, лютейшие колдуны, лютейшие злодеи. Злодеи в смысле искажения, смыслов искажения, пути человека. Это те, кто самым злостным образом нарушали уставы универсума и вовлекали в эти сети других. Ну, а измерение 1,5, 0, 5 и 0. Это вообще для самых, для самых тяжелейших преступников. Преступников, ну, вот, опять же, которые закрывали наш, образ нашего великого белова отца, который лишали людей источника вот этого солнечного света, духовного света. Зачем нужно знание структуры миров? Зная структуру миров, зная особенности каждого измерения, вы можете понять, откуда какие-то учения, откуда какие-то религии, откуда какие-то люди, выдающие себя за шаманов, магов, волхвов, колдунов, предсказателей и прочее. Насколько верны эти предсказания. Я вам скажу такой момент, что чем чище человек в смысле составов, чем чище его совесть, тем он адекватнее передает божественные превышенебесные сферы и является проводниками этих сфер и аутентично передает образы, архетипы, ключи к вот этой внутренней победе. И чем более омрачена совесть, чем более омрачены составы, чем больше частиц лунного яха в сердце человека, тем он менее способен передать сферы. Ему недоступна ни высшенебесная сфера, ни превышенебесная сфера, даже сфера пятого измерения, она ему недоступна. Поэтому даже может и высший космос ему недоступен, хотя в высшем космосе, как я вам говорил, смешанное существо, поэтому все, что оттуда передается вестниками этой сферы на Землю, оно неоднозначно. То есть многие вещи на Земле неоднозначны. Сама Земля неоднозначна, люди неоднозначны, и учения неоднозначны, и прочее, прочее. Поэтому важно в этом разбираться, понимать. Хотя тема сложная, наверняка вам почти ничего не понятно, хотя я простым языком пытаюсь вот это донести до вас. Вот у меня есть такая шпаргалка, чтобы я ничего не забыл. Наверняка, может быть, у вас возникал такой вопрос, как вот эти частицы стереть в себе, частицы адаптационной перерывки. Ну, по сути, если смотреть с точки зрения Великого Белого Отца и тех божеств и совершенных старцев, которые участвуют в процессе преображения человека, для них, с их точки зрения, важнейшая задача – это ваша личная победа над этими частицами внутри себя. Как прожигаются эти частицы? Эти частицы сгорают в огне Духа Светло-Ясного, когда вы исполняетесь этим огнем. Духовные ключи должны способствовать вот этому разгоранию внутреннего огня, сердечного огня, духовного вашего сердца. Когда температура достигает определенного уровня, то эти частицы просто сгорают. И более того, это только одна часть, и потом происходит активизация божественных частиц. И происходит ваше полное преображение, вы, по сути дела, становитесь земным божеством. Может, по-моему, показаться, что это абсурдные вещи. Но вот так видит процесс наш Небесный Великий Белый Отец и те солнечные божества, которые когда-то сами были людьми, проходили путь. Людей, богачеловеков, обожились, достигли совершенства, а потом ушли в тот мир, в котором они сейчас обитают. Знаете, в чем отличие божества славянских? В том, что эти божества, они тоже были людьми, они проходили свои земные циклы. И многие славянские, ну, по сути, славянские роды, они брали свое начало от определенных божеств. Была такая божественная, родословная. Ну и, по сути дела, славяне обладали вот этим знанием. Не только славяне, и настоящие шаманы обладали знанием. Знанием преображения человека, прежде всего. И если бы была возможность встретить настоящего шамана, то я вас уверяю, что, может быть, одного взгляда хватило бы вам для того, чтобы вы изменились внутри. во всяком случае, мы попали бы в определенный мир. Этот мир особенный, вы сразу бы его почувствовали. Мир духа, мир доброты, мир божественной любви. А все, что этого не содержит, это просто декорации, побрякушки. Вот. ни к чему не приводящие, по сути дела. Размышляйте, слушайте, слушайтесь. Я думаю, эти два видео прольют свет на ваши догадки, на ваше прозрение. Ну и просто, как компас укажут, куда надо идти, куда стремиться. Ну, а как, это уже другой вопрос. Инструментарий, есть тайные инструментарии, есть инструментарии, более доступный для каждого. Об этом надо говорить отдельно. Благодарю вас за внимание, друзья. Приходите на мой канал, я продолжу снимать видео. Кто-то ждет очень моих сказок, будут сказки, есть у меня задумки. Я вам хочу напомнить, что каждое мое видео, оно наполнит вас светом, добром, миром, покоем. и каждое, по сути, видео носит практический характер. Оно имеет практическую ценность тем, что оно подсказывает подлинные ключи, ходы. Я делюсь опытом своим, всяким. будут также видео, которые буду рассказывать о том, как я выживаю в деревне, что я буду делать в этом году в связи с сложившейся ситуацией. так что я думаю вам будет интересно, интересен опыт, интересно будет научиться чему-то новому. Ну, для этого мой канал существует. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok